Итак, вот в принципе вышел стрим, он уже вышел давно, часов 9 назад, еще в полночь, но так как я был немного занят, то есть ебошил, то есть работал, короче, то не смог его сразу же перевести по окончанию, тут всего 30 минут, хуйня вопрос, но давайте это сделаем сейчас, я в принципе немного подустал, но волшебные конфеты спасают, поэтому хватит еще немного сил, чтобы это снять, ну как обычно пол стрима не проебут, похвастался новым микрофоном, типа с чего ты хочешь начать, сегодня мы будем разговаривать о деньгах, то есть о Мириамах, так званых, поговорим типа о ресурсах, как мы можем их получать, какими способами еще там что-то делать, а, какими способами, точнее даже не способами, а какими вариантами ты можешь их тратить, то есть, какими путями ты можешь тратить свои ресурсы, как мы можем получить бабки, короче, Мириамы, ну я буду бабки называть, это довольно банально, но все равно деньги все-таки звучит круче, и Эльдарей сзади немного похоже на правую руку из первой части, ну ладно, продолжаем тему, он сказал, что это основной ресурс, то есть ты можешь получить его от прохождения квестов, от захвата крепостей, от прохождения ивентов орков, от убивания бегающих по карте орков, вот этих типа наградных, ну или задонатить, как ты можешь использовать деньги в игре, ну покупая юнитов, при осаде, где прокачиваясь, наверное, за счет этих очков, ну за счет денег, то есть я имею ввиду прокачки этих снаряжений его, ну типа одежды. Нихуя, все, короче, я могу закрывать этот стрим и просто вопросы сейчас выпишу и буду вам отвечать. А, вот, кстати, прокачивая крепости, я не знаю, ну вот. Гарнизоны тоже, ты тратишь, типа, деньги, чтобы открыть злоты. Он немного сейчас педиковато, конечно, выглядит, такой, типа, нихуясь, я лаки дэй. Ну типа они разговаривали насчет шорт, да, что он джинсы поменял себе. Пиздец, ну давайте посмотрим, давайте посмотрим магазинчик. Что? Assassin's War Chest, сундук ассасинов, короче, военный сундук ассасинов. Заклеймите трех орков ассасинов, чтобы уничтожать своих врагов. Три орков ассасина, по крайней мере, один легендарный, двое эпические. Что? И два задания, которые принимаются, это любые тренировочные, то есть вербовка, вот это я так понял, вся хуйня, там у охота. И какие-то двухчасовые бусты, военные бусты, я не знаю, о чем они, в смысле бусты, хуйня. 240 голды, нихуя себе, а как голду получать? Ну да, натип, все понятно. Ну типа они говорят, что это типа владелец магазина. Типа давайте купим, ну типа сундучок. Кстати, дается, по-моему, сильвер при сильвер здании, а при золотом золотой сундук. Нихуя себе выпало, блядь, как минимум одна. Блядь, одна легендарная и одна редкая, пиздец. А, эпическая легендарная, пиздец, чё это? Бубл яростный, короче. 51 шанс повысить урон из лука по врагам, которые в огне. 44% шанс, ну, что хэдшот подожжет врага. Ну и способность длинного лука проходить сквозь врагов. Ну и тут, блядь, какой-то 42% шанс. Хэдшот проклянет врага. Вот, кстати, вот этот Арджанек Зе Чоузен, ну типа избранный Зе Чоузен. Ну как бы, ну я не уверен, что это, конечно, чувак. Это просто рандомная генерация имени, но все равно. Примерно так, наверное, будет называться тот чувак из квеста. Назгулов. А чё здесь может выпасть, я просто не понимаю. А-а-а, не-не-не-не, с сундуков выпадают орки. Ёб твою мать, я тупорылая тварь. Нихуя себе, с сундуков выпадают орки. О, боже, какой я тупой. Я думал это типа условия. Пиздец, о чём я думал? Смысл выполнять условия, если потом ещё 10 тысяч ты платишь? Бля, ебать, я тупой. Чё, в натуре? Нихуя себе. А как они потом в регион попадут? А, ну надо выбрать, типа, куда их поместить. 50 евро, блядь! 46-й, пиздец. Террор бестмастер. Я в шоке. Бестфоттер. Дамажно от рейнджа. Эпик трейд. Грейт стрейд. Компания. Компания. Бестслейер. Компания. 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 Блядь, да почему все грёбаные щитовики? Плюс, смотрите, у чувака топор въебали. Мародёр танк. Вау, прикольное броня, на самом деле, для мародёров. Одни уродцы. Подожди, а чё он так долго крутится? Я не понимаю. Почему? Деньги же не тратится. Почему так много уроков дают? Не понимаю. What the fuck? Да нет, деньги вроде не тратятся. Написано просто открыть следующий сундук. Я просто не понимаю... Ну... То есть, он не выбирает, он их просто листает, если ему не нравится? Ну, не знаю. Тут я не знаю. Это я хызы. А чё, лохая не выпадает что ли? О, варбуст этот самый, вот этот. Опыт, который ты получаешь от войны, короче, увеличен на 100% в следующие 2 часа. Ну, заебись, короче. Это как счастливый час в Titanfall 2, если кто играл, там просто больше опыта и больше денег дают. А вот здесь мне реально стало интересно, здесь падает или лохая вообще? Да. Ну, ебать наконец-то. Призовой лохай. Капитан. Можно... Нихуя себе, можно даже силой дать чуваку, допустим, Карагора или Грауга. Это прикольно, типа, привязать их друг к другу и они будут всегда вместе. Типа, как бонус, карта какая-то странная. Надеюсь, их можно купить отдельно? Огонь, что за хуйня? О, огненное оружие, блядь. Берсерку. Дает банду щитовиков, пиздец. Капитан. Мы, в общем, только у нас есть 2 эпокс в этом. У нас есть гарантия 1 эпокс, но в этом году мы получили 2. И вот у нас есть ганг, Дефендер, дайте им фоллору. И вот, просто, как помню для всех, это Мириан. И вот этот один дает 1 000 Мириан. И мы получили Мириан играть в игре. Миссии, убивать донат. Вот они говорят, что это не донат, то есть ты получаешь эти обычные деньги играя в игру и потом спокойно сможешь их потратить. Но вот зачем нужны золотые? Это, видимо, какие-то прям ёбнутые уроки там вообще. Нихуясе, эпик тренинг. Великие маньяки, блядь. Получают буст ближайших маньяков, и они охуение дерутся. Это отличная причина, чтобы поставить вашу Мириан. Или, знаете, все подобные вещи, которые вы можете сделать, чтобы способствовать это. Это интересная вещь. Это эпик тренинг. Вы знаете, как вы получили бонусные тренинги в этих эпик орксах? Вы также можете дать вам эти эпик тренинги. И мы, в самом деле, просто получили один из эпик тренингов. Чего отвечает на атаки казни спереди не блокируемой контратакой? Убивайте его сзади сразу. Потому что он, блядь, вас убьет. Он ёбнутый. Блейдмастер, сука. Вот этого стоило бы взять на самом деле. Вот это, кстати, золотой получаешь, ну, серебряное за серебро, а золото за золотую версию. Тут ещё где-то мифриловый должен быть. Это самый последний, его вообще за предзаказ там получаешь. Но его уже разобрали, по-моему. А, 200 золотых монет стоят. Вот, вот. Ну, а вот эти монеты ты, собственно, наверное, получишь при предзаказе. ...ин the same way. Just larger, with some increasing sort of levels of rarity of what you can guarantee you're gonna find in them. And they are the ones that you can purchase using the premium currency, so you can purchase gold. Let's open up a gold one. So, gold for chests, slightly different. Bigger, as you mentioned. Guaranteed legendary. Какой-то здесь слишком добрый, рандом, на самом деле. Вообще, вот бы мне такой в CSGO. 2 training orders, and you have these guys coming out. Yep. Cool. Yeah, so it is just the quantity and quality. There is nothing that's exclusive or that you can only get behind the premium currency. Awesome. At all. So, it's... So, you can... Like... As you said, there is nothing exclusive to you, there is no an range of artists. So, you can't get here any orc, which without a original version. That, you can't get. And there are no benefits to the denies of the original game. You have to buy anything exclusive orc, which no one has in the original version. Then there is no�� Fritz. Any advantages of the of the dynast button. And, on the fact, you can buy it and buy it. Гарды, генерации, это очень, ну, реально стрёмная вещь. О, Мифрииловый, ёбаный в рот. Все легендарные, все легендарные, все четыре орка легендарные. Я в шоке. Почему они такие хайглевельные? В оригинале, ну, я имею ввиду, может он просто прокачанный, у него на карте все 50-х, может они типа подстраиваются под игрока. Ну, просто, ебать, заходишь в игру, у тебя, допустим, со старта там есть какие-то деньги, да, за предзаказ. Ты просто бежишь, покупаешь капитана, он 50-го уровня, блядь, ты заходишь на первую карту, там где все 9-е, 10-е, блядь, и он будет их шотить, блядь, и казнить сразу же. Ну, это, конечно, весело, но, но я не знаю. Курсет террор слейер, блядь, такой клевый. Берсерк тут самый крутой. Вдохновляет союзных воинов наносить больше урона и получать меньше урона. Вот этот мне бы понравился, он такой классный вообще, он и с виду классный, и, в принципе, террор слейер неплохие. Террор, бестмастер. А, во, Грауг. Призывает Грауга. Ну да, хайгловельные призывают Грауга, а не Карагоров. И, а, не, это эпик трейд, то есть это способность эпическая, это необычная способность. Ёптуем, с этим, конечно, мне еще придется поебаться некоторое время. Ну, я думаю, я в это быстро втянусь. Я уже, я уже втянулся, но будут некоторые нюансы. У него есть и стая Карагоров, и еще и Грау. Это фак. Хотя, блять, немного? Мародер командер, бизет. Просто посмотрите на его зубы. Там спички. Я единственное, наверное, что буду здесь покупать, это или же всех вот этих легендарных уроков, то есть когда-то однажды я накоплю на них, или же буду покупать бусты, вот эти, которые, допустим, позволяют, допустим, поставить нашему капитану Карагора или типа того. В общем, буду эти бусты покупать, скорее всего. Вот они разговаривают типа за вот эти сундуки, которые типа в самом верху, то есть это определенные типа сундуки, которые позволяют тебе собрать определенную армию орков, допустим, только ассазинов, только лохаев, то есть только, ну, такая, ну, такая. Да, вот специализированная хуйня. Мне так нравится, как у него анимация рук сделана, я смотрю только туда, реально, я их даже не слушаю и не читаю. Я смотрю, как говорят, урок руками постоянно трет, 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 трет. А, ну да, вон я вижу гарнизон 27 уроков и два буста, то есть 27 уроков в запасе лежат крутых. Их даже можно сломать ради снаряжения. Ну да, там же писалось типа, что можно их в любой регион закинуть. Так, so, again, if you're really trying to customize a fortress, that's incredibly handy. And right before we explain a little bit more on this, Chad, if you see, like, go ahead and give us a row and then a column real quick, and we want to, and just the first person to say, like, row 1.4 or something, we'll go to that and we'll show you something kind of fun that you can do in the garrison specifically here. Я хочу легендарных посмотреть, но я знаю, что там есть вот этот берсерк ебанутый 50 уровня, который мне понравился, и Олохай, который ищейка, это тоже класс. Альфа-карагор, прикольно. Но, правда, его убили ради лута. Охуеть, восстанавливают весь фокус, убивая капитана. Плюс 14 фокуса восстанавливаются при убийстве. Ёпта. Неплохо. Ваттфак, я не могу открыть ёбаную конфету, как они не закрываются здесь. Ну зачем его, да, блять, он самый крутой был из них. Я же надеюсь, мне не надо переводить, как они читают чат и выбирают какую ячейку, какого урока сломать. Строи. So, Legendary, Alt-Gear, also drops more Merion. So, if you grab one of these from the Civil War Blue Chests, it's possible you can just be like, I don't like this guy, grab this, and immediately crush the War Chests, if you so desire. And with that, let's go ahead and put one of these guys in the door, the higher views, you can see that. So, we're gonna grab... Well, we'll start with this guy here. The boy. Welcome to the Durkin. 50-го левела. Because we want to keep something behind the scenes still a little bit. But what we now want to show you... Oh, that face. Oh, I know, it's a great face. But now we want to show you guys. And now we want to show you guys. It's a train order. Because I think that's going to be pretty fun. So now this guy, Lidzener, has a Uuker character slayer. Oh, and he wants to show you guys already. And it's already on a mission, already. Like, it's a mission, already. Like, he's on a mission, already. Like, he's on a mission, already. Like, he's on a mission, already. So, we're going to go to one of these guys with that one. Yeah, so basically, these are ways that you can customize and upgrade. and personalize any of your followers. So, if you wanted to give them all our... Well, or to set him up to level up. Well, that's also pretty good. Or, yeah, in this case, battle training to upgrade them. You want to give them different elements. Oh, cool. So, yeah, you just want them to level up. These are really cool ways to be able to develop your army. Give him a game. We'll give him another game. We'll give him another game. Go with that. And, actually, guys, when you can see these options pop up... It's like these boosts that we got at the opening of the boxes. Now, we're going to spend them. Go ahead and just put numbers into what you want us to do. And whatever quick one I see in there, we'll go ahead and do it. Just so you guys can kind of, like, make an orc with us real quick, if you'd like to. But let's actually make him our bodyguard real quick. Cool. And once again, he's going to hide for a moment. Woo! Again, he's going to go ahead and do something else. Again, he's going to go ahead and do something else. But, like, about the choice of boosts in the chat. I'm going to go ahead and do something else. So, let's go ahead and... Did I make my body hurt? Yes, I did. Yes, you did. So, let's bring him in. He's our bro. Okay. And he's ready to summon that game. All right. So, let's walk in real quick. He's just gone. He's just gone. He's just gone. He's just gone. Headshot. One shot. He's just gone. He's just gone. Well, of course, he's 50... Ah, 13. 13-7! What the fuck? How did he get out of rod? That's right. How did he get out of rod? He's going to. In a second. Go get that one! How did he get out of his army? Let's see. One of them are more. The more. Now, Roch will soon get out of the army. The more. Now, Roch will probably get out of it. The more. He will get. The more. The more. The more. The more. Он просто пошел в упор пиздец, короче, всех. Глянь, глянь, он их просто арбалетом всех ложит, пиздец. Ох, иж эти арбалетчики. Ох, иж эти арбалетчики. Да, это флэйм вэпон, короче. Ну да, ты ж не Элли, ты не соснешь на ровном ходу А чего он в ярости, не понимаю? Он какого-то капитана нашел где-то, блять Щитовика И стреляет, и стреляет у него Тыщ, 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 и похуй что он в огне Он стоит и стреляет Они говорят, что можно повысить его до легендарки и потом убить его ради лута Крысы Я же только поел Я не могу, но я сделаю еще раз еще раз Попф 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 Не, ну блин, не надо! Ого, он еще и скин поменял! Блядь, имперский шлем, вот сука! Они скин получают, выходят рандомно, то есть при том, как, ну да, они будто спавнятся, то есть рождаются, да? Он был эпическим, а стал легендарным, ёптёво! Так что, скажем, мы сейчас поставили этого парня, что бы я хотел сделать, чтобы его поставить в церковь? Как бы я сделал это? Вы бы идёте в команду и дадите ему по-другому, 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 по-другому. Он бы ищет его обратно в гарнисон, и, после того, как он вернулся в гарнисон... А, мне кажется, очень грустно! Он так обиделся и ушёл, короче, к остальным на склад, так сказать, да? В гарнизон! Я не знаю, конечно! Ни-де, нет! Ни-де. Результат, да, на склад! Я делаю izquierдом! Он еще также выполнял, чтобы его прикрытировать. Нужно у него даже убавляет его, но еще убивая. Теперь мы посмотрим нашbajинка-п post-dat и там, где он, в сон, куда-то хватает, innас он. И далеко для подъема. А теперь мы могли бы, со мной, открыть будем в д-пад, и только по-другому, по-другому, на каждой части, в будущем, и перестроить его в режиме. Ты можешь делать это с любым своим орком, то есть если у тебя есть любимчик, который надирает с жопу, как у меня будет по-любому парочка любимчиков, которыми я пройду всю игру, который будет драть всем в жопу, можно пройти всю игру, просто перемещая их между регионами. Я хочу показать вам, чтобы вы можете видеть это, что вы можете взять кого-то из армии, а кто-то мы получили, и мы продолжаем идти к хосту. Так что вы не забыли, кто мы. Мы идем к человеку, который мы взяли из доминирования в игре. Если этот человек очень любил, и вы просто хотели привезти его к Серагосту, то вы можете. Расскажите его. Ну он типа показывает нам, чтобы мы реально поверили, что можно перенести любого урока, то есть не только покупного. И вот он нашел какого-то бомжа, который был приручен, и перенесет его сейчас. Да, если карта полная, то он попытается пробиться внутрь, убив какого-то капитана и заняв его место, но у него может не получиться. То есть управлять им издалека нельзя, да? То есть, а не, ну блять, почему нельзя? Можно, но только получается в промежутке времени и только одним. Ты выбираешь его как бодигарда, призываешь его, ну и делаешь на нем захват, и получается командуешь им. Ну вот как-то так, хитрожопая комбо, да? Арбалетчик, у которого будут щитовики или каргор, который будет его охранять, пиздец. Он уже эпический, от того, что получил эпический скилл. То есть можно какому-то бомжаре восьмого уровня навешать хорошую пати, да? Типа опытных бомжей, и он будет прорываться и, допустим, на дуэлях хорошо сражаться. Ну точнее, типа бунт, вся хуйня. А если он командир, так вообще жесть. Пиздец, так оно еще и сохранилось. То есть они навешали ему арбалетчиков, так еще и навешали ему скилл, что рядом с ним берсерки становятся ебнутыми. И оба скилла сохранились. То есть ты можешь создать одного урока, который будет иметь всех и все. То есть даже он будет владеть граугом. Не, ну граугая же карточку нельзя купить. Хотя может и можно. Не, по-моему можно. По-моему можно все купить. Ёб твою мать, я потрачу все деньги. Я просто, я из доначки просру все бабки. Создам самого конченого, конченого, конченого вообще. Олокхая, который будет владеть всеми скиллами. И его просто не убьют, блять. Ну они типа разговаривают, что это охуенный способ создать непобедимую крепость, чтобы ее назад не вернули. То есть создавать вот таких вот читерских ребят. И вы бы не выберете, как, из группы арчеров, которые я думаю мы... Извините, из группы арчеров, которые мы не сделали. Мы укреплены, мы укреплены. Это вообще хорошая точка, в связи с этим. Как любое апгрейд, который ты им дали, если ты хочешь это обучать, ни нового тренировка будет обучать прошлого тренировка. В общем, мы можем это показать очень быстро. Каждые новые тренировки будут заменять старые. То есть если он сейчас выберет из щитовиков, то появятся щитовики, а не арбалетики. Ну да, то было бы немного читерские, дать ему все пати, и он просто станет непобедимым. Да, да, это была вопрос, я просто попал, может быть каптан в мультипле геймс? Нет. Хочется быть один тип геймс, один тип weapon. Да. Можно иметь мультипле эпик тренировки, но, опять же, это подобное. Потому что вы должны быть легендарным. Вы можете иметь мультипле эпик тренировки, если вы легендарный. Да, точно. Да, точно. Да. Да. Топорик. Да. Топорик. Вы можете иметь очень много тренировок, как один из этих ребёнок. Капец, он и так уже ебнутый. Куда ему больше? Он и так непобедим. Он Грауга призывает. У него есть постоянная пати карагоров и плюс, наверное, Граух. Чрезвычайно смертелен против зверей Мордора. Блядь. Сорок седьмой левел. Ух ты, прикольней. Зубы, правда, пиздец, но... Вот, в принципе, и весь стрим. Их... Ну, в принципе, было интересно, согласен. Даже если у меня недостаточно сил, чтобы показать свои эмоции, я вам говорю, что это было реально весело и реально познавательно. Особенно то, что можно перевести своих бомжей в любой регион. И добавить ему способности. Блин, это классно. Ну, правда, не... Ну, не все, ну... В основном это легендарные какие-то, то есть призыв или огненное оружие, или там пати карагоров, вся хуйня. Но все равно довольно фаново. Короче... Нихуя себе 40 минут. Ну, видео там, да, 30 минут шло. Ну, в общем, как-то так. Там есть еще от IGN ролики, насколько я помню. Есть ролики от IGN, там 6-минутные, 3-минутные, но я их не хочу добавлять в этот ролик. Я пойду сейчас спать, короче, в жопу их снимать, короче, вообще не хочу. Там ничего нового, там ползание на Грауге и крепость на драконе. Все, вся крепость тупо на драконе, это неинтересно. В общем, вот ваш стрим. Получайте, кушайте, в общем, вся хуйня, делайте с ним что хотите. Я, короче, свое дело сделал. Надеюсь, хорошо. Ну, по сути, вроде как обычно. Ну, нормально, надеюсь. Будем, короче, ждать чего-нибудь в следующей субботы. Ну, такое. Инфой я доволен. Не то, что... Не сказал бы, что прям вах, но... Ну, блядь, я доволен. Ох. В общем, все. Всем спасибо, всем удачи.